Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас вторая часть пустых баночек. Провалы. Снова, как и в прошлом месяце, всего лишь пять штучек. И на удивление, тут все уход, и три из пяти это кремы для рук, что странно. Так, давайте тогда не с них, начнем с того, что чего поменьше. Это у нас Wishful, это от Huda Beauty, по-моему, кодовая линейка. Это, типа, лифт-маск, то есть я специально сохранила это, сейчас я вам покажу. То есть это подбородок тянуть, типа лифтинг. То есть, в общем, выглядит это вот так. Вот, и, собственно, вы это надеваете вот сюда. Я сейчас не хочу, она такая холодная еще, ой, в квартире очень холодно. То есть и за ушки надеваете. У меня, по-моему, была фотка, я как раз тоже в день рождения перед макияжем ей пользовалась. И вставлю в фотографию просто, как это выглядит. Ну, не знаю я насчет там суперлифтинга все-таки, да, у меня еще не такое все, не так все плохо. Но почему не понравилось? Она маленькая на мое лицо просто. Если вы, если вы даже, ну, я вроде не сильно толстая, скажем так, да, хоть есть к чему стремиться. Но если у вас лицо шире, да, и там за счет счетчик, например, да, если у вас вот здесь побольше, она тупо просто, ну, она налезет, конечно, но она жутко давит вот на вот эту часть на уши, когда вы надеваете вот сами ушки вот эти вот. Это ужасно, это очень больно. И по ней, ну, как бы по смыслу, в ней надо сидеть. Ну, типа там 20 минут, по-моему, написано. Я со скрипом высидела, но было адски больно, у меня очень болели уши. Это прям, да, 20-30 минут, да. Просто издевательство какое-то. То есть если вы маленькая хрупкая девочка, да, то есть с худеньким личиком совсем, да, что у вас тут мало косточек, да, они вот все у вас такие собранные, да, вот так вот вверх. И тогда, да, тогда вам это сядет, и хорошо. Но если у вас вот лицо как мое или даже там шире, может быть, за счет объема, да, нет, это просто нет. То есть это будет просто тупо некомфортно, то есть вы просто не высидите в этом, и, в общем, обидно. А так, наверное, в принципе, если регулярно такой штукой пользуются, это хорошо. Дальше. Мама мне вкинула пустую баночку. Это у нас ночной биоритмический бальзам для лица от бренда G-Live. Это наш бренд российский. Да, сделано в Королеве, в Московской области. Я уж не знаю насчет, да, там, типа, биоритмический или что. То есть я ей, собственно, я думала, я сама им попользуюсь, но мне он как-то вот, ну, тяжеловато было. Думаю, ну, вроде маме как бы у нее хоть кожа и жирная, но антиэйдж, типа, да, тут, потому что лифтинг, все дела, как раз. Ей не зашло, то есть ей на ночь, то есть, ну, на утро это вообще как бы, да, не обсуждается, а на вечер, она говорит, даже на вечер, говорит, оно очень плохо впитывается, оно очень жирное, хотя по текстуре я не знаю, тут ничего она, наверное, не оставила. Я обычно капелюшечку какую-нибудь оставляю, да. Мама, к сожалению, не оставила ничего, добила. Но по текстуре это даже прям, я не скажу, что это густой какой-то крем, то есть, ну, он такой просто крем, он, кстати, достаточно жидкий даже, я бы сказала. Но при этом, да, то есть впитывается он плохо и как-то, в общем, не знаю, то есть именно с точки зрения вот такого там ночного ухода, да, то есть маме не понравилось. То есть это, говорит, нужно, наверное, прям суперсухую кожу иметь, да, и вот тогда, наверное, точно он хорошо впитается, да, и кожа будет мягкая, гладкая, все такое. Не знаю, то есть не заценила она, не заценила я, ну, как-то так. Ну, а теперь кремы для рук, господи, смешно. Значит, первый, Эколотье, его я покупала в подружке тоже, да, тестировала, что называется, да, какие-нибудь бюджетники нашей бренды. Очень странно, потому что Эколотье, да, то есть это бюджетный бренд, у меня сейчас тоник стоит тоже от них, у мамы уход тоже, я ей прикупила попробовать, чтобы она потестировала, она прям в восторг пришла, прям очень странно. Но крем, то есть это еще и крем-маска называется, да, для рук, масла авокадо, шип-антенол, то есть тут надо прям питание, питание, питание. В чем проблема? Если это маска, то предполагается, что ее надо наносить, ну, то есть не супер тонким слоем, да, то есть типа массажными движениями нанесите на кожу, не требует смывания, для усиления эффекта можно надеть косметические перчатки на 15-20 минут. Смысл какой? Если хоть капельку им переборщить, вот прям буквально вот капелюшечку, оно все это начинает скатываться, это все такое вот прям фу. И я не скажу, что он что-то супер делает. То есть я как-то на него прям такие надежды возлагала, но как-то вот уже зачаровал, потому что, ну, я не знаю, здесь даже и по составу-то, то есть здесь прям действительно, да, и действительно органическое масло авокадо, и масло шеи, и кокосовая вода, и пантенол, и витамин. Что пошло не так, я не знаю. Не очень приятное ощущение на руках, то есть и у меня после него, то есть если сверху вот здесь еще ничего, то у меня ладони начинало просто стягивать после него, и я не знаю, как это работает, это ужасное ощущение. Так что кремушек не понравился, не повторю. Та же беда вот с этим товарищем, это у нас, господи, Bass & Body Works масло шеи, да, кремушек для рук, вот такой, то есть, ну, такой формат, тут дорожный, 30 миликов, небюджетно стоил, кстати, это я просто по какой-то распродаже брала, а так у него полноценная цена 500 рублей, то есть за 30 мл, это как бы, ну, так, чувствительно. Опять же, я, ну, масло шеи, ну, все же, что-то же надо, должно быть, что-то такое, вау, не вау, и та же самая песня у меня стягивала ладони просто от сухости, и я не знаю, как это работает, и почему оно так работает, это странно. То есть я не ожидала такого эффекта, потому что, ну, как-то, а почему, да, то есть как бы масло шеи, работай, почему ты не работаешь. То есть у меня тоже этот крем я брала в дорогу, в поездку, и получается, что у меня был один такой, ну, типа, ночной вариант, и один от Урьяж, типа, просто легкая увлажнялка, да, кремушек. И вот этот Урьяжевский увлажняющий тоже, он, наверное, будет в следующих пустых банках, я его просто не добила, и он работал лучше, чем вот этот питательный. Я не знаю, почему и как это работает, но это странно. А этот, я не смогла его полноценно добить, почему? Он у меня лежал в рюкзаке, просто в кармашке, в ежедневной сумке, условно. Это у нас эколаборатория, тоже их такая, ну, скажем так, серия миниатюрок. Конкретно серия, это питательный крем Африка. Опять же, масло, шею и комплекс африканских трав. Очень, кстати, аромат у него очень приятный, если любите травяное, вам понравится. Но с ним что-то произошло, он, во-первых, очень сильно загустел, и я думаю, видно, то есть, как это выглядит, да, смотрите. То есть, он какими-то кусками пошел. У меня весь кармашек в сумке просто, ну, вот оно все, я начинаю откручивать, оно все отваливается. То есть, его, вот я очень сильно давлю, а он даже не, ну, то есть, мне надо очень много усилий, чтобы его выдавить, он начал комковаться какими-то кусками. То есть, я не знаю, то есть, я же, ну, как бы, я думаю, не только я, да, все мы носим кремушки с собой в сумке, и это первый раз такое, чтобы была такая реакция. То есть, непонятно, почему так случилось, то есть, из-за температуры, из-за перепадов, я не знаю, то есть, ну, тут как бы про него, вот, тоже не могу я сказать ничего, прям супер вау, то есть, он вроде бы и приятный аромат, и впитывался-то он быстро, почему я его в сумку-то положила, но вот он как-то очень быстро испортился, ну, вот он практически новый, то есть, тут у меня, ну, треть, может быть, я использовала, четверть даже. Но как-то вот не сошлась любовь, не знаю, что с ним произошло, ну, и как питательный крем тоже, потому что называется питательный, нет, просто нет, и все. Так, ладно, наболтала снова на 10 минут практически, вот, вроде 5 банок всего, но, как всегда, заканчиваю болтать, надеюсь, было интересно и полезно, увидимся в следующих видео, пока-пока.